Всем привет! Давайте залезем немного не в то русло, а это будет моделирование. Но оно взаимосвязано с Unreal, потому что, смотрите, если вы, допустим, создаете какие-то элементы для своей игры или еще чего-нибудь, то есть те модели, они у вас должны иметь лоды для того, чтобы издалека, допустим, они не грузили полностью ваш компьютер. Это, я не знаю, какая-нибудь статуя, вы хотите поставить статую где-нибудь вдалеке, зачем вам обрабатывать, допустим, несколько сотен тысяч полигонов, если вы можете сделать ее поменьше. Давайте я покажу небольшую основу, как это сделать. То есть утрированно мы создадим какой-то элемент. В данном случае это 50 точек у данного круга, допустим. Мы его экструдируем. Плоскости мы немножко уберем, чтобы они не мешались. Делаем какие-нибудь изменения, чтобы мы могли замечать, проходит ли какое-то внешнее изменение или нет. Давайте еще сделаем вот так и закруглим. Все. Основная часть, вот это основная фигура, да? То есть если мы издалека будем смотреть, вот это все будет у нас грузить. Как 400 треугольников, по сути. Это вот основная фигура. Давайте создадим новую. Но по тем же самым размерам, тем же самым значениям. Это мы выбираем также круг, допустим, в данном случае у меня. Но выбираем меньшее количество точек. Соответственно, 50 я, допустим, сокращу до 22. Так же экструдирую вверх. Экструдирую все вверх. Сейчас, секунду. У меня все поехало. Вот, выбираю, экструдирую вверх. Ну, можно даже сбоку посмотреть. Настроить необходимые значения, да? То есть высота и так далее. Если у вас, допустим, какой-то персонаж, вы там создаете, делаете ремеш его. Точнее, с ваших, допустим, 5-10 миллионов персонажа вы должны сделать из него ремеш 150-200 тысяч. Ну, примерно так. В данном случае я утрировал, а здесь все создаю. Так, давайте скроем основной. Видите, немножко углы появились. Пусть это будет у нас уже... Получается, это основная фигура. Это у нас лот 1 будет. Давайте еще создадим 1. Так же. Так, секунду. Я внутри него создал. Потому что я внутри него создал, да. Так, сейчас создаем заново. Но выбираем уже... Выбираем уже поменьше количество точек. Ну, допустим, 6. То есть, видите, он уже прям совсем квадратный, но нам издалека это практически не будет видно. То есть, и если у вас какой-то, допустим, какая-то модель той же самой... того же самого, так скажем, персонажа или еще чего-то, вы можете все сделать намного проще. То есть, делаем примерно так. Сокращаем примерные значения. То есть, высота, ширина, это все равно. Только лишь она, видите, меняется геометрия. Теперь, вот у нас основная фигура. У нас имеется лот 1, лот 2, ну, можем даже еще лот 3. Если что, в основных крутых играх реально создаются вот такие лоды. Делается просто плейн. Понимаете? То есть, вы видите, как объект, но на самом деле это просто плоскость. Вот если сейчас вот примерно так, мы его настроим по высоте, чуть-чуть побольше. Ну, вот уже более-менее и по ширине. Вот так. Но при этом на эту плоскость наносится изображение. То есть, делается изображение двухстороннее. Иногда делается, как берется дубликат и разворачивается по оси Z. Вот так. То есть, и с этой стороны вы видите это, и с этой стороны вы видите это. Вот. Это получается у нас практически вот 4 треугольника. из вот такой вот дали вы можете не увидеть, что это реально изображение. Ну, давайте. Вот зайдем в Unreal и загрузим наш основной объект. Давайте его сначала включим и получается применим трансформацию. Посмотрим. То, что видите, он красный. Он, соответственно, у нас будет вывернутый. Это нам не нужно. Все. Я уже сделал. Теперь экспортирую. Давайте на рабочий стол назовем колоколы. Ну, давайте колокол 1. Пусть будет так. Далее. Мы заходим в Unreal. Экспортируем сюда. Так. Колокол 1. Здесь мы ничего не будем делать. Нам больше ничего не надо. Смотрите. Все у нас появилось. Появилось. Теперь нам нужно добавить на него лоды. Если мы зайдем внутрь, здесь лодов нет. То есть мы открываем, списка нет. Здесь нажимаем, ничего тоже не выходит. Закроем. Давайте лоды мы... Так. Снова у нас все вывернуто. Теперь снова экспортируем. Только мы подаем имя. Немножко другое. Колокол 2, допустим, дадим. Экспорт. Следующий. Вот. 2 мы тоже. Все корректно делаем. И тоже самое экспортируем. Под другим именем. Ну и последний у нас самый малочисленный, так скажем. Мы сделаем... КОЛОК 4. Все. Мы экспорт сделали наших моделей. Теперь. Для того, чтобы ввести в эту основную модель, если навести на него, вы видите вертекс 700, а трианглс 396. Делаем load of details, импорт лот. Добавляем лот номер 1. Сейчас мы выбираем колос 2, потому что мы лот единицу сохранили как колос 2. Также можно сразу добавить все остальные части. Только от лок лот 2. Выбираем его. Закрываем. На ошибки можете не смотреть. Он там у нас ругается, скорее всего, на материал. И 3. Если я все правильно сделал, если я не ошибся, у нас... Видите? О! Все. Он у нас уже работает. Только лишь слишком близко все это происходит. Если мы поставим это все на плоскость. То есть персонаж практически возле него увидит. Чуть-чуть отойдет, уже все. Уже не то. Нам надо увеличить дистанцию. Давайте выставим вот наши все лоды. Выставим кастомную дистанцию. Точнее, кастомные лоды. Внизу. Load Settings. У нас есть. After Complete Load Distance. Нажимаем галочку. Точнее, убираем галочку. И у нас открывается дистанция данных лодов. Переходим к нулю. Это у нас основная деталь. У нас единица. Все правильно. Percent Triangles 100%. Далее, у нас вот один. Давайте загрузим его вот примерно вот на такой дистанции. Если сверху посмотреть, вот здесь 0.32 написано. 0.32, Enter. То есть, до этого значения у нас постоянно грузится основная деталь. Переключаемся. 0.32. То есть, дальше заходим. У нас должна включиться лод 1. Но, к сожалению, так как у нас здесь лод 2 уже заранее настроен почему-то. Давайте включим 0.18. Лод 2. И где-нибудь вот здесь включим лод 3. Это у нас значение 0.06. И, то есть, если мы будем, сохраним. Давайте пройдем на основную сцену. Здесь у нас, как видите, вот основная деталь. По ребрам можно посмотреть. Вот здесь уже у нас пересилилось, так скажем, переключилось на 1. 1. И здесь у нас переключилось на лод 2. Сюда мы отъезжаем. Здесь уже у нас лод 3. Но мы его не видим, потому что материала двухстороннего не стоит. Вот если отсюда зайдем, скорее всего увидим. Да, вот видите. Вот плоскость. На самом деле там должен быть рисунок. Такие лоды ставят лишь на тех местах, где прямые дистанции персонаж, допустим, не смотрит сверху как-то. Потому что если он сверху будет смотреть, он только лишь реально изображение увидит. То есть, чисто прямые дистанции. Это прям совсем экономия. Если посмотреть, вот так отдалить, да, вот основная у нас 700 на 393. Переключились на лод единицу. 308 на 172. Еще отъехали. Здесь у нас получается на 84. У нас 44. И если мы уже совсем далеко отойдем. 8 на 4. 8 на 4 практически не занимает никаких обработок. То есть, большинство игр старается вот эти воды вот так настраивать. Но только дистанции, соответственно, уже вы выбираете сами. Так, вроде бы на этом-то и все. Можно сделать как? Можно основную деталь, да, то есть я уже ранее показывал. Вы основную деталь делаете обрезание процентной тренгуляции. То есть, если вот давайте на основной прям детали покажу. Вы ставите 50. Apply change. Персент тренглс. Видите, да, он срезал нам, получается, какие-то дополнительные линии и так далее. И прям все немножко исказилось. И, по сути, это можно выставить, не дополняя вот эти лоды, да. То есть, как мы делали это лод. А просто из основной составить, что у вас, допустим, несколько лод settings. Здесь можно выставить, да, нам был ввод хоть 8 штук. И вот эти проценты уменьшать на каждом вводе. То есть, если мы сейчас применим, я вот практически до 14%. Видите, да, то есть мы могли вот здесь издалека мы прогрузить всего лишь 135. Но если мы выставили бы 3%, ну, тут 40. Но при этом 40 вершин, но при этом треугольников 14. Даже если мы делали бы так, во-первых, у нас изменилась форма. И мы даже не понимаем, что там. То есть, сравните вот эту форму, да, по сравнению вот с этой формой. Это вот как бы можно использовать, но в равных мерах. То есть, вы можете создать вот нормальный, основной. 100%, да. Допустим, где-нибудь вот здесь выставите какой-нибудь вот такой. Ну, и на конце где-нибудь вы можете выставить необходимый, там, допустим, вот те 3%, которые мы ставили. Но это уже слишком далеко, и искажение структуры происходит. В общем, надеюсь, я вам как-то подсказал. На этом все, друзья. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok